Здарова народ с вами Варчик в этом видео поговорим с вами про патч 1.20 он выходит на тестовые сервера и уже в первой версии этого теста известно что в нем будет в это патч 1.20 это новая карта устричный залив доработки карты первый пак 2023 года а их будет там несколько поскольку карт будет переделана намного больше пока что только 3 учебный полигон внутриигровой магазин автопереворот переработка механики оглушения пересмотр условий задач компании lbz кастомизация изменение параметров техники и так давайте подробнее поговорим что нас ждет в этом замечательном патче поскольку он хоть что-то в себе содержит по сравнению с прошлым проходным новая карта устричный залив она огромная она тестировалась в разведке боем двадцать первом году она 1300 на 1300 метров но можете губу не раскатывать не радоваться что она такая огромная там половина карты вода остальная половина это огромные горы и все что вам играбельно остается это пару полей и узкие дорожки между скалами и водой в режиме разведка боем я играл на эту карту попадал ничего вообще у меня в голове от нее не отложилось этом что на берегу с буграми воевал куда-то вдаль стрелял еще ничего не понял какая-то карта прям ничего мне от него не отложилось ни в голове не в душе нигде вот остальные карты про них есть чего поговорить поиграть они как-то мне запомнились они мне были интересны эта карта как-то прошла мимо меня прям насквозь доработки карт первый пак затронули следующие карты аэродром рудники и степи про это в другом видео подробнее поговорим поскольку там перекопали все карты перерыли бугорочка по на сыпали каких-то к скалы двигали короче молодцы там совали рельеф как могли но про каждую карту можно по полчаса говорить поэтому поговорим подробнее потом учебный полигон теперь игроки будут проходить учебный полигон на технике с 6 по 7 уровень видимо для того чтобы сразу понимали что ниже 6 левела в игре ничего нет поэтому новичкам сразу видимо будут показывать о смотри вот отсюда начинается игра все что ниже непонятно зачем существует по сути так и есть нация техники для прохождения учебного полигона будет зависеть от стороны региона игрока но это видимо изменение которое придумала в г поскольку лезть и особенно тут с регионами не разгонишься при первом входе в основной ангар игроки получат три машины третьего уровня тех же нации на которых можно было проходить учебный полигон машины первого уровня других наций начисляться не будет общее количество слота для техники не изменится видимо для новичков будет новый челлендж найди танк первого уровня в игре внутренний магазин в разделы обслуживания и товары за боны добавлен оборудование повышенная снаряда устойчивость когда туда добавят уже стрессоустойчивость в общем и целом появится фиолетовая боновая закалка это хочется покупать в отличие от какого-то там сведения фиолетового который нафиг не надо следующее изменение это автопереворот если вы перевернулись начинается таймер 5 секунд по окончании которого вы станете в исходное положение можете ехать сливаться дальше так вы хотя бы на 5 секунд будете задерживаться перед тем как слиться в нули но я видел этот таймер в режиме стальной охотник он уже работает и он мне не нравится по одной простой причине когда ты переворачиваешься танк качается когда танк качается этот дурацкий таймер сбивается из-за чего таймер 5 секунд может превратиться в 30 секунд 15-20 а если какой-то дебил будет вас качать туда-сюда то вы можете так и весь бой подниматься на мой взгляд его нужно немножечко доработать также пропадут моменты когда вы приезжаете врага побеждать в дуэли а он уже побежден рельефом и вы просто бесплатно урон набиваете но так или иначе это вроде как положительное изменение люди 200 лет его просили мне честно говоря оно не сильно надо наоборот некоторые моменты были курьезные иногда конечно мы сами в них попадали больше их не будет но больше будет игровых моментов где нужно всех на скиле побеждать они рельефом переворачивать также еще не прикольно когда ты специально врага переворачивал чтобы его расстрелять а теперь придется видимо его перевернуть еще и качать его видимо надо будет туда-сюда чтоб таймер сбивался а если они доработают эту механику то раскачка врага не поможет короче тут надо подумать переработка механики оглушения в общем и целом оглушение по союзникам убрали максимальное оглушение уменьшили ограничение в минимальном оглушение снята в 5 секунд если раньше оглушения в 5 секунд или ниже тону не наносилась вообще если же это добавят в игру то оглушение меньше 5 секунд будет применяться и мы увидим вfolе такие замечательные оглушения как один два три 4 5 секунд но там значительно уменьшилась максимальное оглушение также не будет накладываться повторное оглушение это если все коричневые стрелки решили пострелять только в вас это хорошо также если у вас стоит противоосковочные замечательный подбой именно замечательный то вы будете меньше получать оглушение на 10 процентов или 15 за смотря куда вы этот замечательный подбой себе впихнете также еще единственное что мне вообще не понравилось это то что мы теперь будем с артой делиться бонусами а точнее вознаграждением на семь процентов больше то есть если арта оглушила врага и мы по оглушенному врагу нанесли урон то мы на семь процентов больше будем отдавать арте опыта и серебра вы иногда спрашиваете чё так мало фармили вот теперь представьте ситуацию что каким-то чудным образом в каком-то бою вы всегда наносили урон по оглушенным врагам и потом после боя удивитесь что серебра у вас нет и потом пораскинув мозгами можете понять у кого она ваше серебро поэтому вредный совет в виде не стреляния по оглушенным врагам не такой уж и вредный когда вам надо больше серебра но это правда вредный совет также был базе задание на глушение упростятся примерно на 20 процентов как это все будет в реале выглядеть я не знаю посмотрим надеюсь оглушение будет меньше еще хотелось бы чтобы у арты стрельба была бы такая же мерзкая как у всех остальных игроков на нормальных танках чтобы они точно также слышали попадание рикошет не попал в броню и так далее это было бы реально смешно поскольку их никто не наказывает почти за все время пока они стреляют пока к ним не приедешь впритык и не накажешь если сможешь доехать также добавят какое-то количество еще 2d стилей непонятно каких супер тестером на супер тест добавят следующие танки ст 62 вариант 2 lt 10 барабаны на три снаряда очень чудный какой-то т и т т розанова ст 8 прим непонятные у нее такие катки спереди какие-то дополнительные похоже на бочки можете в комментариях написать что он ими делает я могу предположить что это танк для разминирования не по стенам же на этом всем ездить но я специально не узнавал я просто так предположил а вы в комментариях можете меня поправить также американский mbtbtbt10 акционный очередной убийца чифтейна шведский пт 9 уровня латта что-то там и какой-то непонятный прием 10 уровня в 111 мт непонятно что за прям я надеюсь это просто непонятное обозначение но это просто льготный танк восьмого уровня в за 111 чем там на десятом левеле делать я не знаю наверное всех карает своим деструктором как раньше из 4 на стоковой пушке катался видимо то же самое это танк там делает ну и то что я говорил я думал это будет намного позже японские тяжи уже апают я думал там прям всю ветку будут апать но пока что апают только ухо и карачуна если коротко говорить то броню во лбу а пульс 200 миллиметров до 230 увн из 5 градусов делают 10 градусов точность 0 4 на 0 37 сведения с 2 и 9 на 2 и 7 и скорость поворота корпуса башни тоже немного подрезали также еще что-то там апнули какое-то пробитие я так и не понял насколько написано на 500 метров со 188 на 205 из 221 на 231 голдой вот такой вот патч 120 наверное это еще не все что в нем будет поскольку это только первая итерация пока там за месяц что-то на тестировать уже посмотрим в итоге что до патча на основу дойдет в комментариях обязательно пишите как вам такой патч это по-любому лучше чем прошлый патч проходной пустой в общем и целом много чего интересного игра явно изменится надеюсь к лучшему поскольку изменения вроде как со стороны смотрятся неплохо с вами был арчи карать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok